Ре-эксайл. Мое почтение. Засыпай. Дима Ликс. Дима Ликс, пожалуйста, проснись. Он там реально заснул. Засыпай. Мага. Нагибатор. Пожалуйста. Ромочка Макривский. Пожалуйста. Вадя Вилон. Пожалуйста. Иван Манурин. Пожалуйста. Не засыпай. Полная тишина. И просыпается мафия. Мафия просыпается. Открывает глаза мафия. Знакомится. Дон, помашите, пожалуйста, ручкой. И мафия засыпает. Утро. Доброе утро. Доброе, доброе, доброе. Здорово, нахуй. А у меня что-то подвисли? А, все. Подвисли. Здорово. Здорово. Сразу Скруджи вспоминается. Здорово. А кто-нибудь будет? Здорово. Ну шо ты, Дина? Шо ты, белый? Да пофиг на них. Ладно. Нормально. Сейчас Скруджи скоро разбанят, ребята, не переживать. А может в память о Скруджи отдадим вас сейчас на его концерт? Нет, в общем память о Скруджи повторить то, что он говорил. Он рассказал, катка будет без РП вообще? Что, без РП хотим? Можем просто... Ебаный ботинок на восьмерке. Голышом, просто голышом. Все, Ваня, открывай голышом без локации, пожалуйста. Я открываю голышом? Да, да, открывай голышом. Сам хотел, давай. Так, ладно, открываю вот за ручку, открываю дверь. Тогда голышом. Приветствую вас, здравствуйте, меня зовут Иван. Я тебя хуй, мелкий. Ну да, и че? Ну бывает, что не стыдно. Мелкие, да яйца большие. Откуда? Нет, это что это у меня, опухоль какая-то? Так, Дима, ты думал лучше сделал? Или что, Дим? Ты сделал только хуже. Мелкие члены распухшие яйца, что я теперь с этим делаю? Мелкие члены большие яйца. Жжи теперь с этим стыдзак. Неплохо открыл, неплохо открыл, Вань, нормально. Вань, все нормально у тебя? Немножечко мимо рта. Пролил ошибку? Да, короче. Желаю вам приятной игры. Я открываю стол. Приятного аппетита желаю игроку по номерам 2 с большим членом. И надеюсь, что мы хорошо. И Илья заскучал, бедняга. Я издевнул просто. Так, да ничего страшного. Я так немножко на вас посмотрел. Че вам? Ну, обычная красненькая роль у меня мирная, естественно. Я же не мафия и не дон ни в коем случае, ребят. Не подумайте на меня. Так что все, что я могу сказать. Желаю вам удачи. И передаю слово игроку под номером 2. Спасибо большое, Ваня. Ребят, ну, совершенно аналогичная ситуация. Я также невиновен. Что могу сказать? Ну, подозрительная тишина ночью была. То есть, блядь, ну, задумайтесь об этом. Ну, в принципе, больше ничего я могу сказать. Единческо, молодцом, как всегда. Хуйню намолол, как бы это ебаную, блядь. Да не, ваш еще заебал. Красава, Ваня, блядь. Моя школа тоже, блядь. Просто высрал что-то. Ребят, мирный игрок без пизды, блядь. Передаю слово третьему. Всем привет. Я мирный игрок с пиздой. Вот. Я думаю, что эта локация идеально подходит для меня. Я открываю дверь. Я тоже голенькая. Вот. Мирненькая, голенькая. Блядь, да что так? С пиздой, между прочим. Речь предыдущих молодых людей мне нравится. Я считаю, что они мирные, ну, красные игроки. Для меня пока что по речам. Вот. Все. Всем хорошей игры. Глушом. Бегайте. Радуйтесь жизни. Вот. Пока. Дина, может, по фану так же откроешь? Нет. Надо ебать. А, ну все, окей. Губу-то закатай. Ваня, Вань, просьба такая к тебе. Ты мог бы у себя расставить, пожалуйста, по порядку вебки? Их можно перетащить. Просто берешь и тащишь по номерам. Ебать, что с пальцем мне, блядь. Атакой. Слишком много нату ковыряешься. Слишком много нату ковыряешься, братишка. Ебать. Минутку, ребят, Ваня расставит по порядку? Ну, да все уже тут, в принципе. Все отлично. Отлично. Тогда, алик, пожалуйста. Привет, город. Привет, горожане. Первый открыл стол, как по мне, достаточно серенько. Очень много воды налил. Плюс, когда ему там что-то вкидывали, он сбивался, начинал по волнам плавать. Поэтому с первым я играть не хочу. Дальше двойка рафлирует. При этом также играет с первым. Возможно, по рафлу, но все-таки играет. Тоже не хочу играть. И тройка прыгает в этот паровоз, и все вместе они вроде как там играют. Но я в эту команду не хочу. Я с первым, вторым, третьим не хочу играть. Считаю их всех серыми. Не знаю, как можно было с ними поиграть. Я сам при этом мирный житель. Скип. Спасибо. Я говорю, да. Ты всегда заканчиваешь. Да, злой. Очень много конкретики от игрока под номером 5. Пока не буду сильно прислушиваться к его словам, потому что хочу поиграть с игроком номер 3, потому что у него есть пизда, как минимум. Почему бы и нет? В принципе, сыграть в партии. И посмотрим, что дальше по речи первого игрока. Волнение заметно, когда игрок по номер 2, блядь, сука, перестань стучать, будь ласка. Будь ласка. И он открывается. Пока буду ждать открытия фулл-стола. Поиграю с троечкой и посмотрю за пятерочкой. По его речам очень хочу еще услышать. Он очень круто. Базарь. Скип. Скип. Спасибо, Артур. Все, я могу? Да, ты можешь. Привет, город. Привет, горожане. Привет. Хочу пожелать всем в первую очередь хорошей игры. Не понял, от Вани Мува зачем ты сел на первый стол? Ну, на первый шилем. На первый номер. По мне, как тебе лучше играть чуть подальше, хотя бы на пятерке или на девятке, как ты всегда играл. Не понял, это Мува, но тебе решать, за каким номером играть. Ну, так, вроде, более-менее открыл стол. Ни разу о тебе в прошлом не слышал, как ты его откроял. Ну, так, более-менее в порядке. Бустер тоже. Обшутился. Ничего странного за ним не запомнил. Присоединюсь к словам злого. Понравился игрок третий только потому, что у него есть пизда. А тебе-то че? Минус Каролина, ты куда летишь нахуй, летчик? Сделайте клип, че-то. Арина всегда играет с первым-вторым игроком. Ничего необычного. Аид первый влетел в эту игру со словами, что все серые, никто ему не понравился. Всех обвинил. Не знаю, странно это для вас или нет. Злой на чиле. Наверное, красный игрок. На чиле он, блядь. Передаю свои слова, ой, передаю слово самому опытному, самому лучшему, самому гениальному игроку. Я на одиннадцатом. Не, Вадь, не про тебя речь какой-то. Дмитрий Шпикс, 33 сантиметра, блядь, чистого. Чистого пиздежа. Шпикс. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Стол очень приятно сегодня играть. По поводу того, что сказала пятерка. С первого по третий все серые игроки. И где-то я это видел, что второй прыгнул к первому, третий прыгнул к первому и второму. Где-то это я видел. Очень, например, одну ситуацию. Поэтому, если она повторяется, то первый и второй мафия в данном формате. Может быть. Поэтому с ними я точно играть не буду. С ними я точно играть не буду, присмотрюсь. Третья, 6-7. Да, там пизда. Но разобраться кто-то с ней хочет. Никто. Просто констатировали факт. А углубиться? Надо понять, что... Куда углубиться, долбоёб? У нас жёны, блядь. Честерка, семёрка. Очень странно. Нам не надо углубиться, сука. Но просто обратили внимание. Ну, семёрка, я говорю, спасибо, что красиво передаёшь мне всегда эстафетную палочку. Но в данном случае я всё-таки к тебе буду присматриваться. Я готов поиграть с пятёркой. Злой мне понравился. Неплохая шутейка, в принципе, была. Поэтому пятёрка, шестёрка я поиграю. Я с остальными, но буду присматриваться. Дальше Мага говорит, пожалуйста. Спасибо. Дмитрий придёт свою палочку. Мага, пожалуйста. Спасибо, бро. Thank you so much. Короче, мне не понравилась речь первого абсолютно, потому что на каждого человека реагировал, кто пытался там разговаривать и так далее. Потом второй для меня игрок по дне поговорил уверенно. Для меня он более красный игрок. Третий для меня серый. Четвёрка вообще крутая. А я сказал всё по факту, как я считаю, что типа, ну, инсайдер реагировал там на все выкрики и так далее. И для меня он тоже является серым игроком, как и третий. Потом, не понимая, почему Илья говорит, что Аринян всё время играть с первым-вторым, если она так обычно не делает. И мне понравилась речь ещё о Дмитрии Аликса. Я считаю его красным. Для меня двойка, пятёрка и восьмёрка — это три красных игрока. Всё, всем спасибо. Макривский. Здравствуйте. Спасибо, Мага. Рома. Ребята, я, конечно, не очень знаю математику, но я не понимаю, почему девять игроков для меня красные карты. Соответственно, из-за этого 11 и 12 мафия. Получается, что я мафия. Так, начну с того, что мне абсолютно не понравилась речь 11 и 12. Вообще ничего не сказали по стулу, просто отмолчались. Так, шестёрка, семёрка сыграла против пятёрки, восьмёрка сыграла с пятёркой. Против восьмёрки тоже все сыграли, потому что с ним никто не будет вообще играть никогда в жизни. Не знаю, почему семёрка сказала про инсайдера, что он сел там на первый слот, когда просто никто не ходил садиться, и он сел. И девятка тоже сыграла против инсайдера, хотя его речь обычная, дефолтная. Бустер отшутился, Оринян просто так открыл стол. Злой, не знаю, злой странный, и в то же время не странная пятёрка, но они играют друг против друга. Поэтому нихуя непонятно. Я красная карта, скип. Спасибо, Рома. Вадим и Вилон. Короче, да, я не знаю, почему все так накинулись на 1-2-3. Мне кажется, 1-2-3, наоборот, больше по-красному сказали. Конечно, согласен, что есть и вариант, то, что сказали пятый и восьмой. У нас уже была такая игра, когда все присосались друг к другу, но мне понравилось, в принципе. Они очень по-красному говорили. Ваня очень много смеялся, я поиграл бы с ним. Ну, типа, ну, еще и хуй у него маленький, надо его как-то поддержать. И двоечка тоже хуй маленький очень, вообще, блядь. Ну, по факту, блядь. Так, и у пизды под номером 3 тоже очень красная речь. Мне понравилась она тоже веселая, забавная. Что не скажешь о игроке под номером 5? Почему-то он немножко замкнут о себе. Всегда говорю, первую игру старайтесь смотреть на эмоционал. Эмоционал для меня лично больше проседает сейчас у 6, 5, 6, 10. Буду как-то что-то искать между ними. В принципе, восьмой сказал более-менее по факту, но мне кажется, это не эта игра, это не эта игра и не этот стол. Еще скажу по поводу номера 7. А что я скажу-то по поводу номера 7? А, короче, номер 7 сказал очень хорошую фразу, которая у меня всегда записана. Хорошей вам игры. Он всегда говорит за черную карту, ну не знаю, может это фейк. Типа, он просто очень часто говорит, ребят, ну никто не пожелал, блядь, хорошей игры. Я пожелаю, блядь. Ну это так, ладно уж, типа. Это такое. И что, что записал? Понравилась, как сказал, девятка. Хорошо растянул по столу, но ему понравилась восьмерка. Мне не понравилась восьмерка, поэтому с девяткой особо играть не хочу. Поиграю 1, 2, 3. Там даже дальше буду смотреть. Еще, кстати, у меня есть время, да? Очень не понравилась речь в десятке. Очень не понравилась речь в десятке. На десятом слоте говорить, блядь, про одиннадцатого и двенадцатого, ну типа.